Всем привет! Судя по комментариям, вы хотели узнать, какие двигатели трудятся под капотами автомобилей Chery и их клонов. И сегодня мы вам об этом расскажем. Надежные ли они, можно ли на них положиться и что с запчастями. Итак, начинаем. Не переключайтесь. Наш рассказ мы хотели бы начать с двухлитрового двигателя Chery, который выпускался с 2007 года по 2021. Каталожное обозначение SQR484F, хотя вряд ли оно вам что-то скажет. Да, это и не важно. Краткие данные такие. Этот двухлитровый атмосферник устанавливался на такие Chery как Fora, A3, Ester, а также на Chery Tiggo 5 первого поколения. Но не забивайте свою голову этими старыми моделями, это тоже не столь важно. Важно то, что, во-первых, этот двигатель 15 лет в строю, то есть есть конкретные факты у его эксплуатации и ремонтных особенностей, а во-вторых, хейтерам, пожалуйста, говорим уцепиться в диван, потому что сейчас будет у них неадекватная реакция. С этим двигателем вообще ничего плохого не случается. Этот атмосферник надежен как двухлитровый тойотовский или хондовский двигатель. То есть, скорее всего, кузов старой Chery сгниет, а мотор будет работать как часики. К нему практически никаких претензий нет. Естественно, этот старый добрый атмосферник сделан просто. У него чугунный блок, ременной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы присутствуют, а также на поздних версиях есть пара фазовращателей. Кстати, ремень ГРМ на этом двигателе надо менять каждые 60 тысяч километров. Оригинальный ремень стоит 10 долларов. Натяжной ролик 17. Кстати, надо сказать, что в 2014 году производитель роликов выпустил новую ревизию. Скажем так, захотел немножечко поэкономить. Это привело к тому, что ролик получился хлипким, его кронштейн просто гнулся, что приводило к перескоку ремня и встрече поршней и клапанов. Сейчас в комментариях вы начнете строчить, что вот такое вот китайское качество. Ха-ха, а не тут-то было. А производителем этого ролика является мировой лидер в производстве ремней и роликов. Это компания Gates. И вот в 2016 году компания Gates похватилась и просто выпустила нормальную новую ревизию этого ролика. Так что, скажем так, что у Chery были и есть надежные двигатели. Эти двигатели пробегают от 300 до 500 тысяч километров. Пока машина не сгниет, далее просто. Если подвески колеса перестают держаться за кузов, ездить сложно и практически невозможно. На этом же Chery и заканчивается. Такой же неубиваемостью характеризуются ближайшие родственники этого двигателя. Агрегат объем 1.6 и 1.8. Но, тем не менее, новую Chery с такими двигателями не купить. Поэтому переходим к обзору новых двигателей, которые в данный момент устанавливаются на новые Chery. В 2018 году Chery выкатила полуторалитровый атмосферник, который установлен на Chery Tiggo 4 Pro, а также на кроссовер Kaey X3, а также на седаны Chery Arisa 5 и Amoda S5. Этот двигатель сделан весьма консервативно. На чугунном блоке с распределенным впрыском, с двумя фазовращателями, с гидрокомпенсаторами и цепным приводом ГРМ. Так вот, служит этот мотор прекрасно. У владельцев нет к нему никаких претензий. Даже цепь ГРМ ходит примерно 300 тысяч километров. И вообще с этим двигателем ничего не случается. Удивлены? Чисто субъективно, кроссоверы Chery Tiggo 4 и Kaey X3 никуда не едут и не спешат с этим мотором. 1440 килограмм снаряженной массы не дают разгуляться 115 лошадкам. Та же Creta с мотором 1.6 едет намного бодрее. Факт остается фактом, что этот двигатель не делает мозги и не саморазрушается. Скорее, ваша череса ржавеет, нежели что-то случится с мотором. Но, естественно, есть НО. Есть проблема с запчастями, то есть с их выбором, покупкой и заказом. Например, комплект ГРМ и маслонасоса мы нашли со всеми сопутствующими деталями не в профильных магазинах автозапчастей, а на маркетплейсах. В каталоге для самостоятельного заказа просто отсутствует, то есть вы без помощи профильного продавца не подберете масляный фильтр, то есть не найдете его оригинальный номер, хотя фильтр сам обычный с десятками аналогов заменителей. Если вы знаете, как искать запчасти на Chery, а также как ее обслуживать, то обязательно напишите об этом в комментариях. Мы почитаем. Следующий движок в модельном ряду Chery – это 1.5 Turbo, который появился в 2019 году и ставился на пару десятков автомобилей Chery. Среди них популярные кроссоверы Chery Tiggo 4, 5, 7 Pro и 8 без приставки Pro. Да, его умудрились впихнуть в длиннющий кроссовер 4,7 метра массой чуть больше 1,6 тонны. Этот же движок приводит премиальный Exit LX и Amoda C5 и другие кроссоверы Chery. Так вот, этот двигатель простой, то есть они взяли 1.5, о котором мы вот прямо сейчас рассказывали, и просто прикрутили к нему турбину. Ничего другого там не делали, то есть это вам не какой-нибудь TSI. Так вот, они всё сделали по старинке. Распределённый впрыск и никакого отключения цилиндров. То есть, всё сделано по старинке, повторюсь, и очень надёжно. Вопросы с постгарантийным обслуживанием есть, то есть есть вопросы с запчастями. Мало что можно найти и подобрать. И, кстати, впечатлиться табуном из 150 лошадей вряд ли получится, потому что этот двигатель идёт в паре с задумчивым вариатором. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя, трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А АвтоСтронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек – это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек – это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы, добавив своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все, вы знаете, в АвтоСтронге. Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Следующий распространенный двигатель на Cherry – это 1.6 TGDI. Он встречается на Cherry Arisa 8, также на Jetour Deshin, Jetour X70, также на премиальных Exit XL и TXL и Amoda C5. Обычно он встречается в версиях 190 лошадиных сил, но плюс-минус также есть версия на 150 лошадиных сил и также есть версия на 218 лошадиных сил. Отличия в прошивке. И в паре с этим двигателем работает 7-ступенчатый робот. Этот мотор уже совершенно нового поколения. В нем есть все, что любят многие знатоки. Легкосплавный алюминиевый блок цилиндров, двухступенчатый масляный насос, непосредственный впрыск топлива, электронно-управляемый термостат, электрический насос системы охлаждения, привод, ГРМ-цепной, гидрокомпенсаторы и есть, выпускной коллектор встроен сразу в ГБЦ. Словом, реализованы все решения по увеличению КПД, а следственно и экономичности. Эти двигатели появились в 2019 году и в том же году заняли место в десятке лучших китайских двигателей. Так вот, автомобили с этими двигателями на наш рынок поставляются последние пару лет. Естественно, скудные данные о их надежности, но среди этих данных нет такого, что с ними случается что-то драматичное. Мало таких моторов пробежало 50 тысяч километров, но и по этим данным они как бы не ломаются, что уже хорошо. Ну а теперь самый топовый, самый мощный двухлитровый турбомотор Chery, который развивает от 200 до 260 лошадиных сил. Его устанавливали и устанавливают на Chery Тига 8 Pro Max, также на премиальный Exit TXL RX VX, и компонуется он восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом, а в варианте с Chery — семиступенчатым роботом. Двухлитровый турбомотор появился на свет в 2021 году и сразу занял какое-то место в топе китайских двигателей. Он по технологиям такой же, как двигатель 1.6, но добавьте еще сюда работу по циклу Миллера, а также балансирные валы, а также еще впрыск топлива под увеличенным до 350 пар давлением. Но выводы по поводу надежности этого двигателя пока делать рано. Мало времени и данных. Конечно, можно бесконечно делать предположение, что впускные клапаны будут покрываться нагаром. Это бич всех прямовпрысковых моторов, особенно если картерных газов мало и с парами масла. Так вот, если менять в этом двигателе масло каждые 7000 км и еще следить за частотой радиаторов, то все будет хорошо. Ну и да, расходники к этим алюминиевым последним двигателям сложно найти. Обычно все покупается и подбирается у официальных дилеров. Хотя если найти оригинальный номер запчасти, ну вот например масляного фильтра, то мы сразу же увидим, что у него есть несколько аналогов заменителей, а сам фильтр достаточно обычный. Вообще циркулирует информация, что двигатели для автомобилей Chery разрабатывались и разрабатываются совместно с австрийской компанией AVL, а непосредственно созданием двигателей занимается уже отдельное подразделение, назовем его так Вуху Актека. Это самостоятельный завод с исследовательским центром. Ну что, мы обязательно будем следить, как проявляют себя китайские автомобили и в плане запчастей, и в плане сервиса. Если у вас есть такой опыт, то обязательно напишите о нем в комментариях. Также не забываем подписываться и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. До скорых встреч, пока!